Рождественские базары Всякие украшения Это, скорее всего, самое вкусное, что только продают в это время Здравствуйте! А чем вы тут торгуете? Мы делаем традиционные рождественские кексы Их главная особенность – большое количество добавок Это корица, гвоздика, кардамон, а также миндаль и изюм Чудесно, спасибо! Наверняка это очень вкусно Ну, с наступающими праздниками! Рождественские ярмарки – это еще и хорошее развлечение для туристов Ярмарку в Базеле посещает 600 тысяч человек А ярмарка в Страсбурге – одна из самых знаменитых в Европе Привлекает 2 миллиона покупателей ежегодно Самые красивые рождественские базары находятся на центральных площадях Раньше, в средние века, они закрывались темнотой Ну, это естественно Сейчас люди приходят сюда утром, приходят днем Особенно много людей собирается вечером Когда все это сверкает огнями Все поют И над этими площадями несется чудесный ароматный запах горячего вина С имбирем, с корицей, с кардамоном Здесь пекут пряники, здесь продают рождественские кексы И действительно, вот эти рождественские базары Стали просто квинтэссенцией предновогоднего, предрождественского настроения Зрители передачи «Идеальный ремонт» С удовольствием поздравляю с наступающим Новым годом А душе желаю счастья, здоровья Смотреть передачу «Идеальный ремонт» И подчерпывать много-много разных интересных идей С наступающим Новым годом! Наш новогодний конкурс набирает обороты Мы внимательно рассматриваем все ваши идеи и заявки Все подробности на нашем сайте arimont.tv Сегодня необыкновенная программа Я о таком даже мечтать не могла Мы отправляемся в гости к знаменитым сестрам Вертинским, чтобы отремонтировать мемориальную дачу легендарного Александра Вертинского Дачная жизнь Александра Вертинского Папа был так счастлив, что под конец жизни у него была своя земля Как он воспитывал своих дочерей Он всегда был эти маленькие стены Почему сестры Вертинские дрались в детстве Все хорошее, мне кажется, делаю я А я все плохое И как стали лучшими подругами Вот если бы они сейчас знали, родители, что мы так дружно живем Новая гостиная легендарного дома Куда мы попали, а, Настя? Смотрите прямо сейчас Он был больше, чем поэт и больше, чем актер Александр Вертинский создал собственный жанр, который оказывал гипнотическое воздействие на самую разную публику Революция вынудила его покинуть Россию Но тоска по родине была нестерпимой В 1943 году Вертинский с женой и годовалой Марианной приехал в Советский Союз Эту дачу он купил в 1955 году и прожил здесь только два лета Но дом хранит память о нем Это настоящее родовое гнездо Мы будем переделывать второй этаж Так, здесь Наташа Это та комната, которую мы хотели переделать А что здесь было? Тут как бы терраса и вот такое каминное место А мы хотели соединить все это вместе, чтобы это была большая комната Это мы называем такая, теперь уже называется заброшенная мансата А что было здесь? Кто здесь жил? Периодически жили все А когда мы были маленькие, вот эти две территории Это были такие темные, темные, страшные, совершенно карманы И мы ужасно боялись, но иногда мы прятались туда от родителей И ели там шуршали конфеты А давайте поговорим про эти карманы Правильно я понимаю, что вот это все большие стенки Да, да, да А там такие вот, видишь, я в свое время там открыла Потому что это было одно окно И из него был вообще свет только вот тут И оттуда доходил По поводу Маши, она меня, во-первых, потрясла Ну, конечно, красотой Такой, я бы сказал, аристократической Какой-то поразительной независимостью И, насколько я помню, все в ее присутствии рабили У нее была какая-то степень вот свободы Совершенно невозможной до того времени Хочу спросить вас про этот камень Вот я вижу чугунину, чугунную часть Да Она какая-то старинная Это не может быть У мамы был человек, который ей приносил все эти старинные какие-то вещи Мама очень любила Антиквариат, так сказать, какие-то красивые ручки Так это замечательно, что она могла спасать вещи, которые... Да, она спасла многие вещи Она спасла витражи кузнецовские Они у нас до сих пор хранятся в семье в папиной квартире Они познакомились в Шанхае Лидии Цирглаве было тогда 17 лет Уже в Советском Союзе Лидия Владимировна окончила институт имени Сурикова И стала профессиональным художником Но, конечно, ее невероятная внешность не могла остаться незамеченной В 52-м году ей предложили роль птицы Феникс в фильме «Садко» Так началась ее кинокарьера Пой, говорят, тебе! Опуститесь на колени, храбрые воины И усните крепким сном Александр Николаевич тоже много снимался Еще с 1913 года Кинематограф сохранил их особенную, волшебную красоту Которую вместе с талантом и врожденным благородством Унаследовали и дочери Правильно ли я понимаю, что вам здесь все-таки нужны какие-то Вот то, что говорят на современном языке Системы хранения А по-нашему просто нужно... Касточки Да, обязательно И что здесь хочется сидеть у камина Наверное, спать Это отчасти должна быть все спали Вот это большая честь для нас Вы были бы тронуты Давайте посмотрим балкончик застекленный Давайте посмотрим, что можно сделать с ним Мне кажется, что Настя обладает всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами Поэтому я желаю только ей, ее близким, только здоровья, благополучия И оставаться вот такой, какая она Это маленькая такая веранда Мама называла это сиреневая веранда Она покрасила такой розово-сиреневый цвет И вот это моя сиреневая веранда Видите, здесь все дачи, которые они... Это большой-большой кооператив Это научно-инженерных работников Жуковский рядом И вот все, кто работали в Жуковской Получали вот такие участки Четыре соток Довольно большой Большой И, кстати, папа был так счастлив, что он под конец жизни У него была своя земля Да, да, да Я точно знаю, что вас он никогда не наказывал Нас не И поэтому выросли такие красавицы, умницы и талантливые Никого не наказывал Мне кажется, очень важно, чтобы детей воспитывали с лаской и с любовью И я вам обещаю, что интерьер мы будем делать тоже с лаской и любовью Идеальный ремонт, вознаграждение по делам своим По сердечной, может быть, чистоте, которой, по-моему, обе они отличаются Могу только хорошо позавидовать и сказать Пусть это даст вам толчок, чтобы не угасало Мы начинаем ремонт в доме Вертинских Выносим вещи Переделывать будем второй этаж Мансардную комнату и веранду Дача находится по Казанскому направлению Александр Вертинский влюбился в нее с первого взгляда Хотя сумма казалась неподъемной 130 тысяч рублей Чтобы выплатить долги, Александр Николаевич ездил на гастроли в самые отдаленные уголки страны Где были ужасные бытовые условия, зато платили несколько ставок Его письма из тех поездок кажутся по-настоящему трагичными Он очень уставал Но Вертинский понимал, что уже не молод Ему хотелось обеспечить жену и маленьких дочерей Пока идут черновые работы, мы определяемся с планировкой и стилем Мы взялись за дачу легендарной династии Вертинских Что мы можем придумать с этим вторым этажом старой дачи? Дом у нас с историей, поэтому для интерьера мы, конечно же, выбираем классический стиль Основными элементами интерьера являются камин и большое окно с красивым остеклением Которое находится практически на одной оси Мы хотим использовать пространство под скосом крыши потолка Для того, чтобы сделать там встроенные шкафы Ой, это замечательная идея Еще у нас появляется довольно выкинутое пространство гостиной Которое мы превратим в более уютное С помощью того, что разобьем его на две функциональные зоны Одна зона с мягкими креслами и диваном будет рядом с камином Ну да, уютно сидеть, смотреть на пламя И вторая часть – это чайная зона, такой уютный уголок около окна с видом на сад Как мы сможем сделать такой красивый интерьер, не сделав такого функционально правильного ремонта? Начнем с того, что по задумке архитектора мы снесем стену, которая сейчас отделяет гостиную зону и зону балкона Мы ее сносим, совмещаем Зону под окном мы утепляем обязательно Окно отреставрируем, оно прям по-новому засияет Ваня, я только волнуюсь по поводу пола Что мы можем сделать с этими полами? С полами будем смотреть, мы их укрепим К сожалению, отреставрировать их или отцеплевать не удастся Поэтому, скорее всего, там будет какое-то новое напольное покрытие Давайте еще потом на следующий встрече подумаем о встроенной мебели Вообще, какая мебель может быть в таком узком пространстве? Она же должна быть очень стильная Конечно, стильная и красивая Мы начинаем демонтаж Решено объединить два помещения Комнату и веранду Сносим стену между ними Конечно, состояние дачи плохое Причем оно было таким еще в 55-м году Дом постоянно требовал ремонта Но Вертинский не жаловался Он говорил, что иметь собственную землю для него очень важно Ведь он столько лет был эмигрантом Кстати, первое, что сделали Вертинские на даче Это хороший погреб для зимних запасов Но сейчас другие времена Так что мы будем делать гостиную для отдыха Открываем так называемые карманы Пространство под скосами крыши А Наташа в борьбе тем временем отправилась в поездку Программа «Идеальный ремонт» в вербилках На одной из старейших в России фарфоровых мануфактур Здравствуйте, Любовь Ивановна Здравствуйте, Наташа Программа «Идеальный ремонт» интересуется старейшим русским производством фарфоровых Расскажите, пожалуйста, что и как у вас делается Конечно, я вам все покажу Пойдем Хорошо, идем В 18 веке сырье для завода поступало из Англии Но затем открыли месторождение глуховской белой глины Произошло, как теперь говорят, импортозамещение Жидкая фарфоровая масса называется шликер С него-то все и начинается Отливщик берет шликер и сейчас будет заливать шликер в гипсовые формы Это процедура, характерная для шликерного литья На любом фарфоровом производстве Франц Гарднер, когда открыл это производство, начал выпускать изделия очень тонкие, изящные, в стиле ампир Вот этот сервиз так и называется – ампир После выдержки шликера изделия вручную дорабатывают Теперь его обжигают в течение пяти часов После этого художники приступают к росписи На следующем этапе наносится глазурь и происходит второй обжиг Результат впечатляет – толщина стенки чайной чашки всего один миллиметр Весит чашка 55 граммов Рисунок на ней просвечивает Это и есть признаки самого качественного фарфора в мире Этот изящный классический сервиз мы с большим удовольствием дарим знаменитой династии Вертинских Далее в идеальном ремонте Марьяна, она очень прелесть Настя действительно, она богиня В письмах он писал «Личка, вчера дети сказали, папка, ты дуак Я был потрясен, откуда они знают» Сегодня мы делаем ремонт на даче Вертинских Дом покупал еще Александр Николаевич Так что это родовое гнездо знаменитой династии Мы переделываем мансардный этаж Дизайнер предложила объединить комнату и веранду А Наташа Борьбе привезла из вербилок фарфоровый сервиз Мне кажется, пора обсудить мебель для этого проекта Вот какие у нас есть идеи? Мебель, конечно же, будет индивидуального производства Будем использовать пространство под скосом крыши Для того, чтобы организовать там встроенные шкафы для хранения одежды Я думаю, в этом нам поможет Елена Беляева, которая будет руководить этим процессом Сами встроенные шкафы, понятно, что они будут повторять пространство, форму А вот фасады необходимо выбрать вместе с дизайнером Давайте посмотрим Да, вот я принесла образцы, которые, в принципе, можно сделать Слушайте, какая вот эта красота Единственное, не темновато ли для нашего проекта, который все-таки такой Я думаю, да Мы планируем сделать по обеим сторонам камина стеновые панели Которые будут сочетаться с цветным стенам Да, вот я вижу, как он Мне кажется, вот этот цвет подойдет Очень красивый И на его фоне будет хорошо смотреться отделка камина Которая, ну, может быть, приближена вот к этому цвету дерева А здесь же по плану есть еще буфеты, они будут какие? Буфеты будут полностью из массива дуба Поскольку они имеют стеклянные фасады Там будет все просвечиваться И если это еще будет отделка брошированием То я думаю, что мы сможем сделать это похоже на антикварную мебель Поскольку у нас ручная работа Эта вся мебель будет выполнена вручную Высококвалифицированными краснодеревщиками Поэтому тепло их рук будет передано в интерьер знаменитой семье Вы, дорогие телезрители, помните, что встроенная мебель Особенно в чердачных помещениях, в мансардных помещениях Это идеальный вариант обустройства интерьера И если вы соберетесь ее делать Обязательно зайдите на сайт iRemont.tv Мы продолжаем черновые работы Стены в комнате неровные и даже шатаются Так что мы их укрепили Они будут обшиты гипсокартоном Мы уже смонтировали металлический профиль Меняем всю проводку Электрические провода помещены в гофрированные трубы Еще нам пришлось демонтировать старую систему отопления Сейчас устанавливаем новые трубы Они из полипропилена Для их стыковки необходим специальный инструмент Его еще называют утюгом Он нагревает трубу и она сплавляется с фитингом То есть переходником Это очень надежное соединение Делать ремонт в таком историческом доме для нас большая честь Ведь в этой комнате играли сестры Вертинские Когда были еще детьми Мариана Вертинская родилась в Шанхае Ей еще не было года, когда родители решили вернуться в Советский Союз В 1967 году она окончила Щукинское театральное училище И стала актрисой театра Вахтангова Мариана очень прелесть Испытываю к ней такое удивительное ощущение Знаете, вот радость и прикосновение к какой-то удивительной красоте И фантастическую совершенно глаза у нее сказочную Совершенно улыбка божественная совершенно Мариана, я считаю, что это жемчужин просто И рода Вертинских Так что же вы, детка, там сожгли в камине? Дневник Я не хочу, чтобы полиция копалась в моих чувствах В 60-е годы сестры Вертинские считались, пожалуй, лучшими невестами страны Поэтому в ухажерах недостатка не было Первый муж Марианы Александровны – архитектор Илья Былинкин В браке с ним родилась дочь Александра Она замечательная художница и телеведущая Мамульчика моя любимая, дорогая, единственная, нежная моя Чтобы ты оставалась такой же позитивной Обладала бы огромной надеждой, которая в тебе есть всегда Я тебя очень-очень люблю Вторая дочь Марианы Вертинской – Дарья Ее отец – знаменитый актер театра на Таганке Борис Хмельницкий Дарья по профессии дизайнер Мои родители и папа, и мама – актеры И, естественно, функция воспитания лежала полностью на бабушке Как бы я с мамой физически не жила Но я с мамой не прекращала общаться У нас нету с ней бытовухи, вот, понимаете, в наших отношениях Мы с ней как влюбленная пара Это обручальное кольцо моей матери Наденьте его, теперь оно ваше Но зачем оно мне? Вы будете герцогини Демоликор Что вы такое говорите? Вы шутите? Я не шучу, наденьте его, Вероника, вы будете моей женой Наденьте прочь, мерзкий пауз Младшая дочь Александра Вертинского, Анастасия, родилась уже на родине Слава пришла к ней очень рано И сразу стало понятно, что это одна из самых красивых женщин 20 века Мы будем жить так дружно, что ты никогда не узнаешь слез и печали А ты возьмешь к нам, моего Лангрена? Да Настя обладает удивительными качествами, человеческими качествами, женскими качествами Она прекрасна, она красива, она умна, она интеллигентна И она очень добра и расположена к своим друзьям Конечно, Анастасии Вертинской приписывали многочисленные романы Но сама она называла лишь двух мужчин, которые оказали влияние на ее жизнь и творчество Это Никита Михалков и Олег Ефремов Анастасия Вертинская – независимая женщина, которая всегда идет своим путем Есть такой штука, Александр Николаевич Вертинский сказал Актеры боги, а боги одиноки Настя действительно, она богиня И то, что она сотворила в искусстве Это были чистые шедевры Вот зачем? Зачем ты женился на мне? Ты был бы свободен? Почему ты был бы свободен? Пойдем, пойдем, пойдем! В последние годы Анастасия Александровна много времени проводит с внуками Своей главной миссией считает восстановление песенного наследия отца Пожалуй, главное качество династии Вертинских – это верность Верность родине, искусству и своим корням Она ведь человек очень мужественный Вот так вот бросить профессию, уйти и оставаться вот такой, какая она есть Она нашла себя, она обрела себя И она вызывает у меня в этом смысле огромное восхищение Работы в доме продолжаются Стены и потолок комнаты мы обиваем гипсокартоном Он влагостойкий После того, как листы смонтированы Обрабатываем стыки и покрываем гипсокартон слоем акриловой шпатлевки Обратите внимание, что вдоль стен мы оставили ниши для встроенных шкафов А Наташа Борьбье приехала в гости к Анастасии и Мариане Вертинским Она хочет больше узнать о традициях этого легендарного дома За столом часто собирались ученые Папа рассказывал очень много интересного о годах эмиграции Он все-таки 25 лет провел в эмиграции А мама, в общем, как художница вмешивалась в дизайн этой дачи Вот она олифила потолки Обила вагонка, все, так сказать, сделала ее И папа очень интересовался в гастролях Ну, как там вы на даче, как ведут себя девочки Он никогда не разговаривал с нами, как с детьми, слушались ли мы или нет Он всегда был эти маленькие стены И еще в песнях он писал Лидочка, в чате дети сказали, папка, ты дуак Я был потрясен, откуда они знают У него всегда было чувство юмора Слава Богу, вот эти слова я Рана сиротел Вот его жизнь, в общем-то, такие путешествия, скитания, гастроли И дом, семью приобрел только с мамой Уже в серьезном возрасте Да, когда он же был не молод Ну, он 50 был Да, он 50 лет И он встретил маму И родилась маленькая Маша И вот это все для него было, знаете, так и впервые Вы так прекрасны, так умны, Кристина Что я готов признать Моя душа в святении Я просто хочу вам, знаете, протесть четверостишее Хорошо в этой собственной даче Бурной жизни итог подвести Это вот про эту дачу Это дача поэта, а не олигарха У него была семья Мама, наша бабушка Двое стев, как он говорил И всех надо было кормить Ставки были очень небольшие, понимаете Поэтому он зимой ездил в Сибирь выступать ранее Он же работал до последнего дня А еще он давал огромное количество благотворительных концертов Они, знаете, тогда назывались шефскими Вот в частности в Петербурге он пришел в гостиницу Асторий, где он жил И у него стало плохо сердцем И он умер именно после этого концерта Который он давал в доме престарелых ветеранов сцены И престарелых людей в Ленинграде И даже не представляла себе, что вы, две светские красавицы Оказались такими дачницами Такими любящими свой этот сад, эту дачу, этот старый дом И я вам обещаю, что мы постараемся максимально соответствовать Такую ответственную задачу Спасибо Спасибо Работы продолжаются Мы уже выровняли стены и потолок Покрыли их слоем акриловой шпатлевки Полностью заменили электропроводку и трубы отопления Окно мы отреставрировали, смонтировали встроенный карниз для штор Теперь приступаем к покраске Основным цветом гостиной будет светло-бежевый Дизайнер выбрал английские краски, а не без запаха Далее в идеальном ремонте Два вот таких кресла, диван и журнальный стол Мы выросли в очень дружных сестер Боже мой, как было бы радость нашей мамы, если бы она это увидела и папа Идеальный ремонт! Мой принцип доверять профессионалам И мне нужна эстетика Чтобы все было удобно Так хорошо Это мы еще даже не поняли чечевинка Мне очень нравится Какая красота! Я обожаю эту комнату Я потрясена Емки-папа, приходите теперь ко мне в гости Приезжайте, ребята, буду рада вас видеть Это настоящий идеальный ремонт Сегодня мы делаем ремонт на легендарной даче Вертинских Дизайнер предложила объединить мансардную комнату и веранду Решено также использовать карманы под скатами крыши Здесь появятся встроенные шкафы А в доме Вертинских мы начинаем укладывать паркетную доску Эта коллекция называется Карелия Она отмечена престижной дизайнерской наградой Здесь сочетаются инновационные разработки и современные тенденции оформления интерьера Доска дубовая, однополосная, цвета слоновой кости Она искусственно состарена Новые батареи чугунные Модель была создана во Франции в 1917 году На боковых поверхностях этих эксклюзивных ретро-радиаторов методом художественного летя сделан узор в венецианском стиле Кстати, чугунные батареи не только красивы, но и обладают большой тепловой мощностью А Мариана и Анастасия Вертинские приехали на Новодевичье кладбище Здесь среди самых выдающихся людей России похоронены и их родители Вырастут доченьки, доченьки мои Я сегодня ночью вспомнила, что мы написали папе стихотворение На могиле большого артиста голубеет маленький ель Как забытые письма в изголовье его шлестели Пела церковь песню прощальную На веки ушедшему день А по забытому кладбище умершим Бродили семьи По-моему, это все я написала Нет, мы вдвоем Большая ошибка Ну, хорошо В детстве они очень сильно ревновали друг друга к отцу Но когда выросли, стали лучшими подругами Да, иногда сестры Вертинские спорят, но они не соперницы ни в жизни, ни в творчестве Маша, ты помнишь, что когда мы были маленькие, мы с тобой страшно ссорились, страшно дрались Да, и по всех писем папе Он нас журил за то, что мы деремся Вот если бы они сейчас знали, родители, что мы так дружно живем, что мы выросли в очень дружных сестер Были бы счастливы Да И могу сказать, что по царству небесные папочки, мамочка, наконец, мама Мама все очень воловалась, могут ли, разрешат ли ей быть похоронена рядом с папой Но все это вот сделали для нее, и слава Богу, они вместе Да, это важно, что они вместе Потому что между ними была огромная любовь Да, да, да Огромная И мы, конечно, как две дочери, мы всегда помним, мы всегда думаем о них И мы стараемся, чтобы публика не забыла искусство папы Царство небесное Земля тут Очень спокойная Специально для этого проекта в столярных мастерских мы заказали уникальную мебель Это буфеты, а также шкафы для посуды и одежды Фасады окрашены итальянской эмалию с серебряной патиной Для обшивки камина мы использовали огнестойкую фанеру, массив дуба И специальный клей, который выдерживает воздействие влаги и повышенных температур А еще мы заказали настенные облицовочные панели из МДФ с фигурной раскладкой Они покрыты эмалью и лаком, а также патинированы Возле окна мы ставим два буфета из массива дуба Он покрыт серебряной патиной, которая подчеркнула природную красоту и фактуру настоящего дерева Верхние фасады со стеклом, оно с лазерной гравировкой и фацетами по периметру Чистовая отделка завершается, пора выбирать мебель Помочь нам согласился актер Владимир Коренев Ихтиандр из фильма «Человек-амфибия» Нам очень нужно с Владимиром Борисовичем выбрать мягкую мебель Может быть даже журнальный столик для мансарды на даче Верчинского Есть такой вариант, светлый, не очень большого размера кресло, но очень-очень комфортное А вот это мне очень нравится, правда? И мне тоже очень нравится Если бы еще вот этот диван, если бы можно было, если бы с такой же обивкой Мне кажется, это было бы очень симпатично А как вам журнальный столик? Посмотрите, он такой спатинный, легкий, симпатичный, правда? Может быть чуть меньше размера Есть вот точно такой же по гамме и чуть-чуть меньшего размера Вот, очень хорошо Все-таки здесь большие пространства, а там мансарды Отлично, да? Два вот таких кресла, диван и журнальный столик, и подушки обязательно Обязательно Работы на даче Вертинских завершаются Он из массива дуба Три стула тоже из настоящего дуба с патинированным покрытием Стули обиты натуральным льном Весь этот комплект производства США В зоне гостиной ставим раскладной диван Его каркас выполнен из массива дуба Обивка натуральный лед Кресло того же американского производителя Журнальный столик итальянский Эти цветы так называемая абсолютная имитация Они сделаны из силикона К стене теперь много света Помимо люстры мы использовали встроенные светильники с поворотным механизмом Лампочка удерживается без стопорного кольца Это смотрится очень элегантно Еще одна классическая деталь Высокие плоские плинтусы сделаны из новейшего полимера Он не дает усадки и имеет повышенную прочность Новогодние игрушки мы сделали сами Они напоминают о главных образах, созданных Александром Николаевичем Но о многочисленной фотографии Рассказывают о том огромном вкладе Который внесла династия Вертинских В развитие культуры нашей страны Ремонт завершен Анастасия Александровна, Марья Анна Александровна Заходите, пожалуйста Куда мы попали, а, Настя? Это какой-то салон Ты венешь, что это наша дача? Я могу вас уверить в том Что это ваша девичья светелка В которой прошло детство Шикарно про это Сколько зеркал, как красиво Какая гамма Какое освещение замечательное Такое какое-то приглушенное Боже мой, как было бы радовалось наша мама Если она это увидела и папа тоже Я уверена в том, что они все это видят Слушайте, какая красота Маш, то, что это все в одной гамме В общем-то сделано Я, честно говоря, смотрела эту программу Очень даже часто Я удивлялась, сколько много цветов Это вот то, что сделано все в одной пастельной гамме Это вот просто аристократично Пол какой, Настя, замечательный Какой пол красивый А можно открыть шкаф? Конечно Да? А я даже подумала, что вы изменили окно Оказывается, ничего не меняется Наоборот Окно стало ключевой точкой От которой отталкивались Да, я думаю, что это вся стена Вот эти ромбы как раз и задали рисунок Шкаф огромный такой Да, большая Дорогие жители нашей великой, любимой, необъятной родины нашей страны Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом Желаю здоровья, благополучия, хорошего стола новогоднего Всех вас очень люблю и очень рада это сделать сегодня Поздравить вас всех, очень рада Вот здесь на полу лежит прекрасная дубовая паркетная доска Которая тоже уже задает какой-то тон Вообще в этом проекте участвовали наши партнеры компании Которые делали замечательные столярные работы Вот посмотрите на этот камин Камин какой был, так и остался Но теперь он весь в портале из дуба Серый-беж цвет такой Вот эта группа мягкая мебель Она вся из натуральных материалов Это холст, лен, шенил Это американская мебель, которая, знаете, американская мягкая мебель Всегда славится своей такой невероятной комфортностью Вот типа сел и почувствовал, что все, вот теперь ты отдыхаешь Вот для того, чтобы закрыть вот эту часть, эти сделаны деревянные панели С такой очень хорошей, плотной, красивой эмалью Вот слушайте, вы знаете, что оно, оно прям вот шелковистое какое-то Да, вот эта ткань какая-то, как вот шелковая Как красиво Очень красивая дверь Пусть идеальный ремонт даст вам толчок к интересной, насыщенной, ну, можно сказать, идеальной жизни в будущем И теперь мне хочется показать вам еще одно место, сделанное на месте, там, где был старый балкон Место, где вы можете пить чай вот с оставшимся настоящим вот этим окном, которое было И которое задало тон всему интерьеру Вот эта консоль американского дуба, которая как бы отделяет спинку дивана Там, получается, камин, телевизор А вот это ящики, да? Это ящики, в которых можно будет все хранить, что вы захотите О таком вот вы даже не думали о таком Я хочу поздравить вас и всю страну, всех наших замечательных зрителей С наступающим Новым Годом! Счастья вам в Новом Году! И вот еще две маленькие детали Этот букет цветов, который никогда не завянет, потому что это не совсем искусственные цветы Это очень тонкая работа, имитация живых цветов, как шелк Такое ощущение, что они уже как прорезиненные Пусть они вас радуют, даже тогда, когда за окном сугробы, морозы и снег И рядом стоят два скульптурных флакона Это, знаете, тоже похоже на вас Это очень благородные ароматы одного семейства Просто разные, так же, как вы, две сестры, с абсолютно разными характерами Я надеюсь, они вас тоже будут рады Спасибо вам, Натяшка, большое, большому каналу, огромное спасибо Просто какой-то райский уголок Дизайнерам просто великий поклон Такие молодцы Светлый, какой-то чистый Впереди замечательный праздник Новый Год Я вам всем желаю, чтобы все ваши желания исполнялись Чтобы ремонты были действительно идеальные, чтобы у нас, в конце концов, наступила идеальная жизнь Вы знаете, сейчас вот Новый Год приближается, я хочу поздравить всех зрителей Первого канала, всю страну нашу Хочу пожелать счастья в будущем году, чтобы миновали все проблемы, все беды, чтобы Россия, как она и была, оставалась сильной, прекрасной, чистой, светлой страной И огромное спасибо, конечно, всем вам, которые приняли участие в таком замечательном перевоплощении нашей дачи, второго этажа Это было непросто, конечно Мы просто счастливы, мы даже предположить не могли такое, что вы ученики нам Фирма «Томас» дарит вам компактный 3D-пылесос нового поколения «Томас Экстэ» с системой «Аквабокс» Новый «Томас Экстэ» легко использовать, легко мыть Спасибо Мне кажется, интерьер для сестер Дертинских получился нарядным, праздничным, даже немного волшебным Впрочем, самое время для волшебства Пора готовиться к Новому году и наряжать елки Россия – родина слонов Можно будет ездить? Шоколадный медведь для Юлии Барановской Будете делить его на троих? Яна с Артемом посмотрит, а ты поешь, да? Я всем раздам пути Медведь! Медведь! Новый год со звездами Будем говорить не «Елочка в горе», а «Девушка с семьей» Спецпроект идеального ремонта Что бы то ни было, с Новым вас годом! Смотрите через неделю